Доброе утро! Мы сегодня заканчиваем изучение Мишны трактат Шаббат и с Божьей помощью начинаем изучение трактата Псахим. У нас 24 глава, последняя, пятая Мишна, последняя Мишна трактата Шаббат. Говорит Святая Мишна. Мишна здесь разбирает несколько законов, которые нужно сделать небольшое предисловие, чтобы их понять. Есть у нас такой закон в Торе, как недр, то что человек может принять на себя обед, например, чего-то не делать. Человек может сказать, я принимаю на себя недр, не есть курицу. И в этом случае он по Торе, ему это становится запрещено, это как некошерное для него. Но если недр принимает на себя женщина, поскольку женщины более эмоциональны, чем мужчины, то Тора дала ей возможность избавиться от этого недра. Если она замужняя женщина, то в тот день, когда муж услышал о том, что она приняла на себя этот обед, он имеет право освободить ее от обеда. И в том случае, если она еще девочка, она еще маленькая, то ее отец имеет право в тот день, когда он услышит, освободить ее от обеда. Это не совсем, когда она уже почти что взрослая. Но если день пропущен, то все, то обед обязательно, она обязана его исполнять. И то же самое любой человек, вообще нужно очень остерегаться, не принимать на себя обеты. Но любой человек, который принял на себя обет, он обязан по Торе его соблюдать. И если он хочет его отменить, то он должен пойти к мудрецу и объяснить ему, что когда я принимал на себя этот обет, то я не думал, что так, я ошибочно его принял, и мудрец имеет право ему разрешить этот обет. У нас так принято, мы так делаем суд из трех человек перед Росшана и Йом-Кипуром, и освобождаем от обетов. Так значит, говорит Мишна, освобождают от обетов шаббат. И спрашивают у мудреца, да, то есть просят у мудреца разрешения относительно вещей, которые необходимы для шаббата. То есть, в принципе, поскольку здесь продолжается тема будничных вещей, которые не являются работой, но они не имеют отношения к шаббату, так освобождать от обетов это действие, которое к шаббату вроде бы не имеет отношения, но поскольку у мужа или у отца есть всего один день на то, чтобы освободить, если шаббат закончится с заходом солнца в шаббат, уже будет поздно, поэтому имеет право освободить, и то же самое, если человек принял на себя обет, что-то не делать, и это что-то имеет отношение к шаббату, например, не есть курицу, да, и сейчас подали курицу, и заповедь он их шаббат, он ее не может выполнить, так, соответственно, он имеет право пойти к мудрецу в шаббат, чтобы тот его освободил от обета. И другая тема совершенно, которую здесь разбирает Мишна, закрывают пробкой окно и меряют тряпку и микву, да, значит, в чем здесь идет речь, значит, закрывают пробкой окно, имеется в виду, что есть запрет строительства в шаббат, это в том числе запрещено добавлять на здание, да, то есть, например, нельзя повесить дверь на петле в шаббат, потому что это будет строительство, но если какая-то временная вещь, то есть ставни, например, которые не присоединены к зданию, это легко снимается и вынимается, то такую вещь можно закрыть в шаббат, и тоже, говорит Мишна, измеряют, нельзя в шаббат привозить измерение, мерить сколько сантиметров что-то, например, да, потому что это будничное действие, но можно померить тряпку, да, если есть кусок ткани, который попал, допустим, на мертвую ящерицу, да, и принял на ритуальную нечистоту, то по закону минимальный размер ткани это три пальца на три пальца, и вопрос, там есть такая тряпка, она потом упала на еду, и мы не знаем в шаббат, можно нам эту еду есть или нет, чиста она или не чиста ритуально, да, это имеет отношение, конечно, к коинам в первую очередь, да, сегодня это мало актуально, так можно измерять размер этой тряпки в шаббат, и то же самое миквы, человеку нужно окунуться в микву, в шаббат, он не знает миквы достаточно, имеет ли достаточно большой размер или нет, тоже можно померить, есть ли в ней локоть на локоть на три локтя, так что это минимальный размер миквы. И, говорит Мишна, история была в дни отца Раби Цадука и в дни Абашауля, сына Батнит, что закрыли окно, через которое проходил свет, кувшином и привязали такой измерительный глиняный инструмент, македа, не знаю точно, что это, да, привязали это соломой, чтобы знать, есть ли в тазике трещина шириной с кулак или нет. И из этой истории мы выучили три вещи, что затыкают пробку, измеряют и привязывают шабата. Нужно объяснить, о чем здесь идет речь. Это касается законов ритуальной нечистоты. По Торе, если есть мертвый в доме, то все, что в доме становится ритуальным нечистот. Теперь, если есть два дома, у которых есть общая стена, то и между, в этой стене есть окно между двумя домами, то в этом случае мы считаем это как один дом, и если в одном из них есть мертвый, то все, что во втором доме, тоже принимает ритуальную нечистоту. Теперь, если окно должно иметь как некий минимальный размер, который разбирается в Тартате Волод, теперь, если это окно закрыт чем-то, да, то есть, то в этом случае, чем-то, что само не принимает ритуальную нечистоту, то они разделяются, считаются как два дома, и то, что во втором доме чисто. Какая там была история, которая здесь рассказывается в Мишне, значит, там было два дома, которые стояли вплотную друг к другу, но между ними было маленькое расстояние, они почти что вплотную друг к другу, и были окна друг напротив друга, и на крыше между домами лежал таз, треснутый таз. Теперь вопрос, когда лежит там таз, имеет ли он статус крыши, да, который объединяет эти два дома в один, да. Теперь в одном из этих домов умирал человек, и во втором, видимо, жили коины, да, они не хотели получить ритуальную нечистоту, у них был вопрос, да, так как быть, да, то есть, нужно ли затыкать окно или не нужно, да. Так что они сделали? В этом тазе была трещина, и вопрос, если трещина имеет ширину к тефах, ширину с кулак, то этот таз уже не считается единым целым, да, и мы считаем это как два разных сосуда, и, соответственно, эти дома не считаются соединенными, и если даже в одном из них умрет человек, то в втором не получают нечистоту, так они это измерили, измеряли это в шаббат, и говорят, что мы учим отсюда, что для заповеди, если нужно выполнить заповедь, то можно измерять, можно привязать узлом, завязывать узел, который не остается, то есть не узел на узле, а, например, там, бантиком, да, и бантиком без узла под ним, да, и третье, то, что можно затыкать временной пробкой окно, такая, которая не держится. Значит, мы с вами, с Божьей помощью, закончили шаббат, и только прочитаем, мы не будем разбирать, завтра разберем Мишну, первую Мишну Тарката Псахим, чтобы начать следующее. Значит, говорит Святая Мишна, Вечером на 14-е Ниссана проверяют Хамец при свете свечи в любом месте, в котором не вносят Хамец, не нужно проверять, и почему сказали, что два ряда в подвале, место, в котором заносит в нем Хамец, школа Шамая, говорят, два ряда наверху, на поверху всего подвала, а школа Илеля, говорят, два ряда верхних, которые внешние, да, и завтра с Божьей помощью мы это вот Мишну разберем. Мазальтов, поздравляю всех, год мы изучали трактат шаббат, и всех, кто, где бы ни находились ученики, многих из них я даже не знаю, так и не разные видел, так Мазальтов и Заташем продолжим дальше изучить. Мазальтов и Заташем продолжим дальше изучить.